МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все мы любим суп с лапшой. Я вам сейчас покажу китайский суп с лапшой. Он не хуже нашего, между прочим, потому что сегодня я рассматриваю китайскую кухню. Нормальная история, мировой повар рассматривает китайскую кухню как обращик кухонь стран Юго-Восточной Азии. Так что, друзья мои, эта тема популярная сейчас. Она носит название, между прочим, паназиатская кухня в целом. Так что смотрите паназиатский, а конкретнее китайский, сычуанский суп с лапшой. Тысячелетняя история. Древняя культура. Проверенные временем рецепты. И даже простой суп с лапшой претендует на звание кулинарного шедевра. Ну, или, по крайней мере, на сытность и разнообразие целой полноценной трапезы. Итак, суп с лапшой. Не простой, а сычуанский. Конечно же, я начну с лапши, потому что лапшу нужно сварить. Она уже готова. Это обычная яичная лапша, такого азиатского стиля. Поэтому я сейчас отправляюсь за обычной кастрюлей. И беру кастрюлю, вставлю ее на плиту. Кстати говоря, здесь у меня уже начал вариться куриный бульон. Я начал немножко пораньше варить, чтобы не терять время. Куриный бульон мне будет нужен. А здесь просто вода. И я должен дождаться, пока эта вода закипит, чтобы сварить к ней лапшу. Лапша вот. Вот это вот обычная яичная, яичная, такого азиатского свойства лапша. Ну что ж, пока у меня здесь все варится, я потихонечку займусь другими подготовлениями. Я сейчас переставлю эту кастрюльку вот так сюда. Пусть варится на этой стороне. А я возьму еще сейчас одну сковородочку для того, чтобы заняться сухим обжариванием одного продукта. Возьму маленькую сковородку. И обжарю-ка я на ней кунжут. Вот обычные семена кунжута. Я буду время от времени перемешивать. Кунжут. А теперь я отправлюсь за овощами. Мне нужны некоторые овощи. В частности, я возьму сейчас кабачок. Я возьму жгучий перец. Я возьму имбирь. Я возьму зеленый и красный сладкие перцы. Вот так. Я все это сразу погружу в миску. Начну я с имбиря, потому что я хочу дать вначале ароматную ноту. И меренько его нарублю. Вначале вдоль, пластинами, соломкой, а потом маленькими кубиками. Вот так. Вот это имбирь. Сейчас будут пластинки. Потом соломка. Потом мельчайшие кубики. Теперь свинина. Вот у меня есть кусочек свинины. Я сейчас его нарежу и измельчу в фарш. Свинина мытая, свинина постная. Интересная штука. Суп, а свинина, причем фарш, непонятно. Но все будет ясно. Такое светлое мясо. Хорошая постная свинина. Вот есть свинина. Вот у меня уже вот хорошенько обжарился кунжут. Теперь я его снимаю. Теперь на этой же сковородке я обжарю арахис. Я тоже его потихонечку-потихонечку буду жарить. Вот так. Теперь я сейчас возьму вок для того, чтобы обжарить свиной фарш. Традиционная такая посудина китайской кухни. Вок, естественно, растительное масло. Пока подождем. Пусть масло нагреется. У меня практически готова уже вода нагрета под яичную лапшу. Я чуть-чуть, совсем чуть-чуть ее присолю. Вот капельку буквально присолю. И пусть она себе нагревается вода дальше. Я пока могу также нарезать немного жгучего перца. Я найду сейчас перчатку. Надену, чтобы не контактировать рукой с жгучими элементами перца. Чтобы потом не было беды. И я сейчас жгучий перчик достаточно мелко нарублю. Вот перчик. Значит, вот нагрето уже масло. Я сейчас бросаю сюда имбирь и перец. Возьму деревянную лопатку и помешаю. Вот так вот, не давая сгорать имбирю и перцу. И теперь, когда они слегка уже схватились, я сюда вываливаю свиной фарш. И сейчас это все будет у меня совместно жариться. Свинина и имбирь очень сочетаемые вещи, между прочим. Очень хорошая штука. Арахис у меня уже тоже обжарен. Я его сейчас тоже положу в маленькую мисочку. Кипит вода. Кипит вода под лапшу. Я кладу лапшу. Вот один фрагмент. Кладу. И буду варить, чтобы она была чуть-чуть такая с сыринкой. Это будет нормально. Вот он хороший рассыпчатый постный фарш. Все, пусть жарится. Я лишний раз его не буду беспокоить. Лапша варится. Я сейчас нарежу небольшими ломтиками кабачок. Примерно вот такими. Кабачок. И немного сладкого перца. Одного и другого. Вот это будет зеленый перчик. Я нарежу вот такими ромбиками. Зеленый-красный. Зеленый-красный. Готовим суп с лапшой по-сычуански. Сначала ставим варить куриный бульон. Пока бульон варится, обжариваем семена кунжута. А свинину нарезаем кусочками и пропускаем через мясорубку. Когда кунжут слегка обжарится, снимаем его с нагрева и обжариваем арахис. Прогреваем на растительном масле нарезанный мелко имбирь и измельченный жгучий перец. Свиной фарш выкладываем на сковородку к имбирю и жгучему перцу и начинаем обжаривать. Лапшу опускаем в кипящую слегка подсоленную воду. Кабачок нарезаем небольшими ломтиками. Похожими ломтиками нарезаем зеленый и красный сладкий перец. А я тем временем возьмусь за в некотором роде муторную работу. Я должен сейчас почистить маленькие креветки. Ну вот это обычные креветки. Маленькие, уже вареные. Я сейчас их буду чистить. Они нужны чищенные. Удивительное сочетание, правда, казалось бы. Смотрите, в одном блюде будут и креветки, и свинина. Но это очень характерно. Такие вещи характерны для кухонь стран Юго-Восточной Азии, в частности для Китая. Поэтому здесь ничего страшного нет. Они уже вареные, эти креветки, как вы понимаете, на заводе. Их сварили, они были заморожены. Они сейчас разморожены, поэтому их слишком долго мучить, какой-то тепловой обработкой нельзя, потому что тогда они будут переготовлены. И вот последнюю креветку. Сейчас я хорошенькую почищу. Лапшу я сейчас сливаю. И, естественно, промою ее холодной водой. Она варится крайне быстро. Пока в стороне. Возьму мялку для пюре. И сейчас этой мялкой для пюре вот так вот фарш разомну, чтобы он стал более однородным. И сейчас я сюда добавлю немного кинзы. Прямо ножницами. свиной фарш. Кинза. Перемешал. И я могу сейчас положить его в подсобную миску пока. Фарш готов. Вот так. Он пока может находиться вот здесь. А я не буду мыть вок. Потому что он, собственно, чистим. В нем была еда. Я вот так, смотрите, салфеткой соберу сейчас остатки фарша. И вок у меня абсолютно чистый. Он мне нужен сейчас, естественно. Поэтому я в него еще добавлю растительное масло и нагрею. Вот чуть-чуть. Включаю нагрев. Я сейчас сделаю небольшую заправку. Смотрите. Я беру три вот эти жидкости. Это соевый соус. Его больше. Это рисовый уксус. Его меньше. Это кунжутное масло. Его совсем мало. Это сахар. Небольшое количество. Кисло-сладко, чтобы было. И вот это жареный кунжут. Размешаю это. Чтобы все жидкости хорошо смешались друг с другом. И пока эта жидкость будет у меня просто стоять и ждать своего часа. Из соевого соуса, рисового уксуса, кунжутного масла и обжаренных семян кунжута делаем кисло-сладкую заправку для блюда. А в ВОКе я обжарю овощи. Я обжарю сладкий перец. Я обжарю кабачок. Я обжарю зеленый горошек. Вот этот, который у меня сейчас здесь есть. Я начну со сладкого перца, потому что он готовится несколько дольше. Здесь все должно будет проходить достаточно быстро. Ну, вы понимаете, что в Китае в таких вот ВОКах жарят на открытом огне, который имеет очень такую сильную направленность. Поэтому еда готовится крайне быстро. У нас нет в наших условиях домашней кухни такого вот открытого напора огня, металлического такого вот, да, тонкого металла ВОКа. Но, тем не менее, мы как-то приближаемся к этим процессам. И можем более или менее нормально, кстати говоря, воспроизводить, вот скажем, в данном случае китайскую еду. Поэтому здесь не нужно гнаться за открытым огнем. Зачем дома рисковать от открытой огонь и так далее. Это все очень опасно. Поэтому плита, и мы будем хорошо воспроизводить китайскую кухню с помощью наших традиционных методов тепловой обработки еды. Теперь пошел кабачок. Пошел кабачок. Опять же, жарим аккуратно, достаточно быстро, ну, чтобы не потек кабачок, чтобы из него сок не стал выделяться, чтобы он оставался таким, знаете ли, немножко с хрустинкой. Вот так. И теперь немножко зеленого гороха. Опять же, с ним перебарщивать мы тоже не станем. Вот так. Вот здесь красивый достаточно такой овощной набор получается. Всегда приятно с ним работать. Дальше. Дальше я вернусь к лапше. Положу ее в такую миску. Лапша сейчас, напомню вам, друзья, она холодная. Лапша сейчас холодная. Я ее, смотрите-ка, приправлю немного вот этим вот смешанным соусом. Помните, здесь кунжутное масло, соевый соус, рисовый уксус и кунжут. Я сделаю вот так. Немножко лапшу подмариную с этим соусом. И теперь вот так пальцами перемешаю, чтобы она в себя немножко впитала вот эти вот вкусы и ароматы. Овощи готовы. И вот теперь мы можем потихонечку-потихонечку думать о том, что мы уже где-то-где-то близко находимся к формированию, друзья, самой тарелки. Значит, что здесь? Сейчас я отправлю овощи в миску. Слегка погрею лапшу. Я хочу, чтобы все у меня было очень и очень горячим. И вот немножко лапша опять погреется в этом воке. Вот она сейчас прогреется. Она хорошо себя ведет, она не слиплась. Пусть погреется. Лапшу я попробую бульон. Он не должен быть соленым, потому что у нас есть другие соленые ингредиенты. Здесь, в частности, вот этот соус, который на базе сои сделан. Да, бульон не соленый. Он нейтральный. Собственно, мне на самом деле так и надо. Внимание! Бульон не должен быть соленый. Так как к сычуанскому супу с лапшой подается заправка на основе соленого соевого соуса. И вот так вот пучок лапши помещу в центр тарелки. Это суп. Посмотрите, сколько лапши. Сразу, чтобы не забыть. Я посыплю лапшу зеленым луком. Я сделаю это прямо ножницами. Зеленый лук в любом супе никогда не помешает, как вы понимаете. Вот я посыпал. Теперь я вокруг лапшу полью вот этим вот соусом. Вот так вокруг. Полью ароматным соусом. Видите, суп, так сказать, собирается постепенно. Сверху не забуду. На лапшу немного кунжута еще. И сверху же не забуду. Немного арахиса дробленого. Я возьму быстренько арахис. Сейчас бумагу. Арахис через бумагу раздроблю. Ну, с помощью отбивалки для мяса. Я вот так закрою арахис и буду по нему лупить отбивалкой для мяса. В юго-восточных кухнях весьма часто посыпают еду дробленым арахисом, между прочим. Вот смотрите, какой хороший арахис. И я сейчас вот так вот по лапше еще дам. Арахис. Вот так. Теперь я выложу овощи. Вот так. Несколькими кучками вокруг лапши я выложу овощи. Вот так. Вот как нормально у меня получается. Несколькими кучками вокруг лапши я выложу жареную свинину с имбирем и сожгучим перцем. Вот так. Теперь я сейчас креветки согрею немножко. Я возьму сейчас вот такое маленькое сито, чтобы креветки-то согреть, они ведь у меня холодные. И вот прямо в сите, смотрите, опущу в бульон куриный. И вот у меня сейчас креветки мгновенно погреются и не перегреются, потому что я их вот вытащу быстро. Они вот сейчас вот еще буквально 10 секунд. Они прекрасно согреются у меня. Теперь я их выложу вот таким небольшим розовым островком. Вот так. Вот так. Цветасто уже красиво получилось. Уже, собственно, это хочется съесть уже нормально. И теперь, естественно, обычный куриный бульон, который смешается с тем соусом, который сейчас внизу и даст нам очень хорошую вкусную жидкость в результате. То есть это подается на сухую. Если я принимаю сейчас гостей, я это кладу каждому гостю вот так, а бульон подаю отдельно, чтобы каждый участник трапезы мог залить это горяченным бульоном сам себе и столько залить, сколько он хочет. И в том числе время от времени подливать дополнительное количество бульона. Вот так вас учит мировой повар, друзья. И вы, пожалуйста, следуйте моим советам, потому что они основаны на изучении реальной национальной кухни, чаще всего на месте ее проживания этой кухни. Готовим суп с лапшой по-сычуански. Креветки очищаем. Готовую лапшу промываем. К обжаренному свиному фаршу добавляем немного свежей кинзы и выкладываем в миску. Обжариваем овощи сладкий перец, кабачок, зеленый горошек. Лапшу заправляем соусом с кунжутом и слегка прогреваем на сковороде. Выкладываем лапшу в тарелку, посыпаем зеленым луком, поливаем соусом, сверху посыпаем кунжутом и дробленым арахисом. Затем выкладываем обжаренные овощи, свиной фарш, прогретые в бульоне креветки и заливаем бульоном. Вот бульон. Вот уже я вижу бульон, он уже появляется на поверхности. Ничего себе, супец так супец, правда? Вот такой он суп с лапшой по-сычуански, друзья. Мне страшно эту тарелку брать в руки, потому что она такая обильная. Ну, конечно, я ее донесу, уж не первый раз, слава богу. Вот вот такой комбинированный суп с лапшой по-сычуански. Это, друзья, может являться поводом для того, чтобы вы собрались все вместе только на одно блюдо. Посмотрите, сколько здесь всего. И это является абсолютным поводом собраться ради одного, ради того, чтобы поесть такой суп, который вам сегодня преподнес сам мировой повар. Так что зовите гостей и приятного аппетита. Субтитры создавал DimaTorzok